всем привет мои хорошие немножко вам шума моря немножко моря немножко вот этой красоты у нас сегодня очень затянуто небо плюс 12 на 2 градуса ниже чем вчера я планирую сегодня пройтись китайский магазин и мне советовали купить кипятильник и маленькую кастрюльку значит чтобы попробовать что-то приготовить можно так супчик приготовить ну и вообще посмотрим что у меня из этого получится большое спасибо всем кто дает мне советы потому что я очень сильно нуждаюсь в советах и я обожаю советы да люблю очень девчонки мои в школе для вида праздник праздник потому что могу отдыхать да ведь я даже опять надела на себя капюшон но это нереально быть вот без головного убора тут из-за влажности влажность повышенная поэтому так прохладно хотя пишут но разве может при плюс 12 будет так холодно ну да если влажность повышенная до холодно лунка как всегда спит на кровати да ну это чудачка конечно в общем я сейчас собираюсь китайский да я сейчас начать себе сделаю попью чаю и пойду луна ух ты моя классная такая ты классная сама собой играется хотела же показать вам как я переставила стол мы все спим так вот туда поставила его нарядила елку я купила в китайском не сегодня давно покупала совсем тут спит поле тут спит настенька в общем и я то есть кровать война поэтому так ну все показала перестановку здесь у меня немножко такой бардак я занесла стол пластмассовый получается с балкона в общем вот так вот у меня в общем все некрасиво знаю я вышла иду китайский очень жарко я одета в осенью куртку нам не очень тоненькая такая копточка водолазочка плюс на мне кроссовки и штаны такие спортивные на улице очень мало людей я вышла около 11 думаю что магазин уже открыты смотрите человек показался какой-то моют чисто дороги с первым декабря вас мои хорошие с первым днем зимы но в испании зима начинается с 22 декабря поэтому тут еще осень а хотели посмотрев эти цены я решила ничего не брать начиная от самой маленькой кастрюльки 750 и заканчивая 30 евро большой такой самый маленькая там пол литровая в общем пошла поехала в общем я решила не брать ничего без кипятильник это будет половина мультиварки ты вышла я все нет если брать тоже мультиварку перешли потом там что мне у них нравится так это шторы 12 евро мне очень нравятся эти шторы я давно на них уже смотрю если буду ехать домой я обязательно такие шторы куплю нить какие они классные еще опять проходим мимо цветочного магазина это просто не остановиться не посмотреть невозможно раз вот и конечно у них цветы 550 смотрите как красиво очень хочется купить ну так это что за композиция уже вся заснеженная ой зачем же так издеваться то что живая елочка а не я и зачем они это но такое твердое как сахар что ли ой зачем вот вот как вот не купить да я бы все вот забрала по эти цветы с удовольствием и не пожалела бы ни за чтобы денег но куда и потом буду девать уже фиалку купила жду когда она расцветет кстати красота что радует глаз это цветы это что за петрушка надо же почему-то сюда и и выставили скорее всего но отходят цветы видно отходят цветы проходят реанимации по 3 евро что ли серьезно давайте посмотрим какие стоят на реанимации то есть их отдается 3 евро потому что с ними что-то не так то 28 почему-то по ценнику да их тут немножко под кромсали жаль жаль немножко цену снизили люди забрали а так конечно что тут у них еще также реанимируются фиалочки да тоже бы ценники поставили пониже но порядок а этот такой красивый просто мимо не пройти кого вот посмотрим что я купила не бралашки петельник не брала кастрюльку но взяла то что мне необходимо скажем так корни подкрасить это обязательно потому что видите сами волосы у меня конечно же отрасли значит какой-то будет у нас цвет ну это будет светло-каштановый перейдем на светлый уже буду потихонечку назад на поле светлые ходить там пусть не белые конечно но более светлые это я купила для видео для смр так потом печатаю посмотрим что тут лунки взяла домой когда ехать и очень нужен такой намордник у нас есть но он не подходит такой нужен ей 3 евро стоит померяем потом так что тут еще у нас есть вот такой горшок цветочный потом все равно будет у меня дома когда приеду мне пригодится пока будет радовать пока класс и вот такая вот новогодняя гирлянда тоже все-таки новый год будет надо девочек немного порадовать чтоб у нас гирлянда была будет красиво я же фонарики там не проверила вернее гирлянду просто в детстве мы всегда гирлянду называли фонариками у меня осталось вот это что мы имеем я обожаю гирлянда у меня дома остались классные такие я их так любила так как же хорошо аккуратно распутать и будет у нас уже такое новогоднее праздничное немножко настроение девочек немного порадую потому что дети очень скучаются дома и им не хватает не хватает уюта не хватает даже гирлянда новогодние я думаю не хватает так сейчас мы с вами проверим сейчас китайском очень много разных таких гирлянд это 350 потом будут 5 6 7 и до 12 я смотрела отличие конечно есть горит так нельзя держать например горячую немножко все окей так что тут кнопочку нажимаю они желтые они просто желтым так михает это просто горят все хорошо здоровски я рада что я всего это гирлянду там мой хороший и парик парик такой нежный нежный знаете я смотрела на такие цветные парики и брать не хотела а тут увидела тани тани карацуба на видео вот она в этом парике была как сделала в общем красивой себе паричок и да как-то ленточкой мне так понравилось думаю она не снимает видео смр и то я смотрела такой парик я как-то не рассматривала такой вариант это думаю почему бы нет очень нежно праздничен хорошо классно вот нежный прикольный такой без макияжа накраситься будет нормально мне нравится теперь мне кажется что мне светлый идет и не темный надо было с розовым немножко покраситься у меня были мне кстати были такие волосы чуть-чуть с розовым было красиво было краситься такой цвет посветлее конечно они яркие такой нежный нежный надо было делать лучше конечно чем коричневый или черный хотела уже закрывать монтировать пускать видео но тут мне пришел комментарии мне захотелось на него ответить действительно меня этот комментарий поставил немножко так ступор а наша время летит очень быстро и у меня такой вопрос какая страна будет сереже платить пенсию украины или россия если он гражданин российской федерации как в таком случае начисляется стаж только не говорите что вы об этом даже не думали конечно раньше мы думали об этом до войны мы думали конечно что пенсию будет начислять российская федерация потому что он не гражданин украины вы так и думали если он поменяет он естественно перешел бы на стаж украинский но раз он не перешел то платила бы конечно российская федерация но раз вот так у нас складывается сейчас что в украину если он поедет то конечно же он не будет уже брать пенсию российской федерации наверное так так будет правильный честнее да и конечно мы этот вопрос тоже будем вместе потом обсуждать когда будем вместе но думаю что уже навряд ли конечно конечно потому что для этого нужно будет ехать туда и соответственно подавать пенсионный фонд там где там это вас там подается оттуда я просто не совсем в курсе наверное аж пенсионная где-то так что конечно же не будет уже получать пенсию из российской федерации так честнее и справедливей так ну еще знаете очень сейчас быстро все меняется и я думаю что пока придет то время когда получать будем и пенсию то не будем получать мы ее наверное никто так как сейчас вводятся цифровые деньги знаете и грядет не буду называть этими словами революция такая да да многие знают об этом поэтому я думаю что сейчас будут такие перемены что а пенсии сейчас уже мало кто будет думать все меняется все очень быстро меняется и нужно сейчас будет думать наверное о том как прокормить себя вне системы то есть наверное вот вы меня понимаете да нужно сейчас выращивать свои продукты переходить на землю заводить какое-то свое хозяйство в общем внедряться вот в это почему я хочу переехать в украину да там будет трудно но будет трудно сейчас везде во всем мире только в украине будет трудно во всем мире поэтому лучше уже быть дома на своей земле там что-то выращивать с маленького участка огорода у нас 6 соток мы можем выращивать и достаточно много овощей у нас есть сарай также мы можем держать курей иметь свои яйца иметь молоко то есть разу если не отдадут там купим потому что многие пишут наташки козу не отдадут мне отдадут да ладно купим другую то есть ну что-то делает своими руками из молока можно знаете делать и творога и сыр и на огороде выращивать все овощи поэтому можно выживать коры яйца несут мясо также бролеры дают выращивать поэтому трудно будет везде ребят это не то что вот мы сейчас тут и нам хорошо трудно будет везде но только выжить будет наверное лучше на своей земле в своем доме там будет проще с продуктами питания поэтому а пенсии вот если заглянуть туда вдаль я уже ничего не вижу поверьте не вижу поэтому нужно сейчас стараться продукт сделать самим своими руками вот и у нас там 6 соток весь маленький огород да поэтому мы сделаем полив мы сделаем проведем вот я вам показывала как тут в испании вот трубы лежат и полив идет вот сделать вот такого плана на огороде вот полив и будет просто 6 соток больше чем чем в два в три раза то есть 6 соток будут приносить овощей как из 20 соток да только работы там будет меньше я думаю так не знаю пишите свое мнение что вы об этом думаете я думаю что будет денег уже скоро вы не увидите вы их не почувствуете они будут все в электронном виде это уже внедряется потихоньку поэтому надо думать сейчас уже немножко не о том будет ли пенсия сейчас нужно думать уже о том как своими руками добывать продукты выйти из системы все люблю вас много что могла бы вам рассказать но нельзя тут рассказывать найти у меня во первых логовый канал хорошим хорошим стараюсь вас поддерживать что я вот когда снимала видео мы хотели торговых комплексов и там играла музыка у меня же все-таки вот пришло уведомление про авторские права на музыку поэтому мне пришлось там перемонтировать вырезать музыкой это немножечко изменила поэтому очень сейчас трудно трудно снимать видео да даже вот сейчас вам это озвучила и думаю что будет хорошо посмотрим все пока пока мои хорошие пусть у вас будет все хорошо всем мира мира